Сегодня в Минспорту Чувашии говорили о киберспорте. Что это, спорт будущего или развлечение? Час с министром, а именно в рамках этого проекта Михаил Багаратов встречался с общественностью, прошел быстро. Подробности в сюжете Натальи Мальчиковой. Киберспорт – это для тренировки ума. Соревнования проходят в виртуальном пространстве. Игрок сражается с мифическим противником. Официальный киберспорт в России признан более 15 лет назад. В республике тоже есть фанаты мозговых штурмов, если уж пользоваться военной терминологией. Но в душе они пацифисты. В прошлом учебном году мы провели два официальных турнира среди студентов нашего университета. Охват был довольно-таки большой, принимало участие более 150 студентов. Проведя данное соревнование, я понял, что киберспорт – это не просто игрушки. Киберспорт – это в первую очередь хороший инструмент для профилактики антисоциального поведения в обществе. Уже в конце сентября киберспортсмены планируют провести соревнования среди студентов. Сейчас идет активный прием заявок. Общественная палата республики и профильное ведомство готовы поддержать инициативную группу. Это даст, считаю, что развитию, как я уже сказал, потенциала наших детей, а самое главное еще и обеспечит их целенаправленную занятость. Ну и второе, наверное, поможет нам сформировать некую такую среду единомышленников среди молодежи, среди взрослых. Тем более, что ограничений по возрасту, кто занимается киберспортом, абсолютно никого нет. Я считаю, разумная инициатива, которую проявляет молодежь. Мы видим, что она развивается, что она идет семимильными шагами, в частности, в нашей республике. Ну и, естественно, как любую разумную инициативу мы готовы поддержать со своей стороны. Поговорили и в целом о развитии спорта в республике, отметили особо важные направления. Единый день здоровья, проводимый в республике уже много лет, дает свои результаты. Физкультурой в разных ее проявлениях занимаются и молодые, и люди в возрасте. По данным Минспорта, в прошлом году таких людей было почти 45%. Михаил Багаратов сообщил, что в Чувашии планируется запустить социально значимую акцию «Час здоровья для пожилых». Пенсионеры смогут посещать спортивные комплексы на льготных условиях. Есть и вопросы, решения которых ждут активисты от спорта. Неплохо бы увеличить количество спортивных площадок в районах, подготовить инструкции для пользования уличными тренажерами, восстановить стрелковые тиры. Когда-то они были очень популярны. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.